Вот эти события, страшные события, они преследуют только одну цель, потому что Украина это центр будущей цивилизации этого мира. Никто не может противодействовать этой силе, этой силе Всевышнего. Мы когда-то говорили, что когда-то придет время союза Украины, Польши, прибалтийских стран и возможно Англии, похоже это время потихоньку приближается, свое ядерное оружие. Я думаю, что оно уже восстанавливается, я думаю, что оно уже скоро будет готово. Впервые мусульманские страны поддержат Израиль. Если ты хороший мальчик, тебя берут за руку, а если ты редиска, то тебя могут и за ноздри. Так провести жестко, да? Папа говорит, ребята, заканчивайте войну. Пусть это будет несправедливо, но главное, чтобы не было крови. Это обман. Виталий, друзья, с вами Аллах Неранжан и Академия Шринаджи на канале МИСВИТ. МЗС РФ продолжает залякувать. Появу в Украине літаков Ф-16 РФ сприйме як носи ядерной оружие, незалежно от их модификации. Чи має Росія мету зробити якісь реально жахливі дії після того, коли в Украине літатимуть Ф-16, чи це залякування? Ну, они же говорят, что они будут воспринимать. Ну, пусть воспринимают. Я не очень понимаю, как это связано с какими-то жесткими действиями. Вообще, Российская Федерация исчерпала своих возможностей каких-то действий. Последняя вероятность применения ядерного оружия была в марте 2022 года. Поэтому расслабляемся, дышим ровно, все хорошо. Дякую за эту информацию. Це важливо, бо останнім часом мене масово закидають прородством, яке частково збулося. Один якийсь дядько, який був на зв'язку з Богом, пророкував війну України-Росії, як Росія буде обстрілювати Україну, з яких місце почнеться. І, в принципі, так і було. Ракети падали по тих містах, але там в його промові була мова про ядерні ракети і про те, що знищать все, що тільки можна знищити. А насправді, частина пророжества збулася, а частина – ні. Дякую за перегляд! Тому що це сили Всевишніми. Тому розвернули плечі, улыбаємось, все добре. Росія офіційно загрожує Великобританії. Вона каже, що буде бити по їхніх військовим об'єктам. Про це було заявлено послу країни. Зараз я дещо процитую. Відповіддю на удари Києва по Росії із застосуванням британської зброї можуть стати удари по військових об'єктах Великобританії та за межами України. Чи бачите ви в карті Великобританії показники на небезпеку чи руйнування? Знаєте, що интересно? Совершенно этого нету. До конца іюня у них завершиться период Кету. Це такий период некоторой отрішенності, некоторых проблем, сложностей. Буквально до конца іюня. А потім починається Венера з іюля. А це розвитие і прибыль. Ребята, розвитие, прибыль і Новий Союз. Ми коли-то говорили, що коли-то придет время Союзу України, Польщі, прибалтийських країн і, можливо, Англії. Похоже, це время потихоньку приближається. І, видимо, почнется серьезно об цьому розговор. В конце лета, з іюля, починається период Венеры. Венера – це завжди відношення, завжди відсування. А що касається того, що там хтось чомусь угрожає. Слухайте, ну этот человек, или група цих людей, такой дворец отгрохали. І ви же видели, какой прекрасний дворец. Ну як можна отгрохати дворец і потім в нем не спробувати пожити. Там нету плана що-то разрушати. Тому що первая реакція всього міра буде непосредственне физическое уничтоження. Тому не буде ніяких ударів. Ні по якій Великобританні, ні по якій Франції, ні по якій Україні. Более того, Європа дала четкий ответ. Помніть, я вже, по-моєму, вспоминав це, що президент Італії сказав, що Україна верне всі свої території. Це четкий ответ на ось ці заброси і угрози в адрес Англії. Це ж очевидно. Україна знаходиться за крок до запрошення до НАТО. Прем'єр України Шмигаль. Наша влада розраховує, що вже в липні на саміті у Вашингтоні НАТО ухвалить рішення про заяву України на членство. Чи буде Україна членом НАТО, якщо так, то в якому році це взагалі наймовірніше? Давайте по порядку. А надо ли НАТО? Що такое есть у НАТО, чого нету у України на сьогоднішний день? Ну вот какая такая армия? Американская? Нет. Американская армия занята подготовкой к работе с Китаем. Значит, це європейская армия. А що таке є в Європі? Що таке? 20 тисяч французського стрелков, цих іностранного легіона і все. Понимаєте, тут, видимо, нужно не НАТО заниматься, а восстанавливать своє ядерное оружие. Я думаю, що оно вже восстанавливається. Я думаю, що оно вже скоро буде готово. Я надеюсь на це. Потому що ми об цьому говорили ще год назад і два роки назад, що потрібно розобновляти цю ситуацію, вернути статус-кво України як ядерной державі. А що касається НАТО, да, конечно, Україна стане частина НАТО. Це буде во второй половині 26-го року, скорей всього. Конечно, приглашення може бути і раніше, але реально Україна стане частина НАТО во второй половині 26-го, в первой половині 27-го. Це те, що говорить карта. Чи була б війна в Україні, якщо б в нас не забрали ядерну зброю? Ви знаєте, я не можу вам сказати, як було б краще чи хуже. Ви поймите, якби Україна мала ядерне оружие, вона до сих пор би була предметом дерибана всяческих олигархів і так далі. Ну, вам разве не тошно от того, що відбувається? Ну, мені со сторони даже немножко підташнило. Я не представляю, як можна бути в Україні і не чувствувати цього. Вот эти события, страшные события, они преследуют только одну цель. Одну цель пробуждения Украины. Потому что Украина – это центр будущей цивилизации этого мира. Возможно. Возможно нет, но это в ваших руках. Минулого разу, коли ми з вами зустрічалися, у нас було питання для прашни, карта питання. Чи краще для України, якщо президентом Америки буде Байден чи Трамп? То, що вдалося вам з'ясувати відповідь на це запитання? Очень интересный вопрос, потому что я, конечно, посмотрел, и я увидел нейтральное состояние карты. И теперь я начинаю думать, а что значит нейтральное? То есть ни да, ни нет. То есть, ну, во-первых, это примерно один… Можно трактовать как? Что это одинаково, что тот, что другой, это неважно. Это первая трактовка. Но есть вторая. Они оба могут смениться. Понимаете, по карте Трамп теряет свою поддержку из-за его периода Кету. А по карте Байдена у него будет болезнь серьёзная летом. Именно поэтому уже предвкушение, вот эта болезнь уже начинается, они начинают забрасывать эту информацию про эту подругу, как там её, Мишель Обама. Так, так. Это происходит потому, что он начинает болеть. Вы понимаете, оба они могут смениться. Оба. Вероятность очень высока. Поэтому, видимо, карта такая молчит, думает, ну, неправильно поставленный вопрос. Потому что вопрос как-то нужно либо вопрос ставить иначе, либо подождать. Давайте подождём августа. В августе всё это растает, ну, по местам станет. И мы сделаем чёткий прогноз, который сбудется с вероятностью, как всегда, 95%. До речи, я згадую нашу зустріч, ви сказали тоді і про Трампа, про Байдена ось ці речі, так, що їх двох може не бути. І коли, власне, я читала цю новину, я її зараз процитую, що Байден зніметься з виборів та поставить своїм наступником Мишель Обаму. Як пише Держпігель, саме такі чутки зараз ходять серед демократів. Нібито про це Байден може оголосити вже у серпні. Я згадала цю нашу розмову і зрозуміла, до чого це може призвести. Тож, чи можливий взагалі такий сценарій? Якщо так, то чи Мишель Обама може стати президентом США чи ні? Конечно, может. Конечно, может. И Мишель может стать, и вот эта замена, которая сейчас рядом с Трампом ходит, как её Хелен, какая-то девушка, и она может стать. И всё зависит от конфигурации, кто в конечном итоге будет играть в игру. Отже, друзі, чекаємо серпня, а в серпні будемо дивитися, що ж там далі нас чекає і пророкувати майбутнє. Німеччина захищатиме країни Балтії у разі нападу Росії, каже Шольц. Чи є показники на війну в картах Латвії, Естонії та Литви? Ви знаєте, у Латвії є такий показатель. До марта 2025 року, тобто почти ще год, напряження, напряженне очень состояние і риск провокацій. Тому що йдет період Венеры, зажатый между Марсом і Раху, т.е. дуже тяжеле состояние. Т.е. це время, коли вероятність провокції висока. Тому що це последній ход, який може зробити Росія. Це последніе, т.е. ядерне оружіе невозможне, його просто сразу прикончит. Тому, післяній ход – це провокання в Латвії. Тому, ну, кой відповідь? Ось дуже простой. Дожні бути западні війска в Латвії. Ось зараз повинні бути, зараз повинні бути. І я вважен, що вони, мабуть, є, я просто не слежу за цим. Але такий відповідь. До речі, ви про точність прогнозів 95% згадали. А я собі згадую, що загалом кажуть, якщо астролог попадає у 80% – це найкращий астролог у світі. А вас 95%. Як ви досягли такого результата? Я вас вітаю. Я скажу, що багато людей після наших ефірів вони пишуть, я пішла вчитися в академію. Там дуже цікаво. Мене вчать там таких важливих речей. До речі, про ці важливі речі сьогодні, якщо у вас буде ще час, поговоримо. Це важливо стосується духовного розвитку кожного з нас. І, власне, глядачі наші, вони нам дякують, що всі наші майстри допомагають їм духовно розвиватися. Так само, як ваша академія, яка вчить ведичних знань. До речі, дуже цікава тема у мене є, яка стосується ведичних знань. Друзі, додивіться до кінця, і для вас багато чого сьогодні відкриється. А зараз продовжуємо з політикою. Цитата. Цахал збирається розпочати військову операцію проти Хамас. Навіть, незважаючи на застереження США, пише Times of Israel, ви передбачили війну в Ізраїль. І навіть ви передбачили термін і місяць, коли вона має початися. Чи є прогноз, коли вона може закінчитися? В мае вона закінчиться. В этом місяці. Щас Цихал в позиції готовности к активации. Единственна причина, почему це не відбувається – нет академії. То є з-за того, що Америка заявила о тому, що вона не підтримує можливу атаку Ізраїля, Ізраїль зараз затихарився. І ждет одного – академії. Чи буде спокій на території України Ізраїль? Конечно, буде. Ви понимаєте, прелість-то в чому. І я теж це говорив ще два року назад, коли робив прогноз по Ізраїлю, що вперві мусульманскі країни підтримують Ізраїль. Це вперві за часу существування Ізраїля. І ми об цьому говорили два року назад, тому що прийшло время. І действительно, це прийшло. Ви ж знаєте, що коли Іран атакував Ізраїль, об цій атакі, кстати, теж, о війні між Ізраїлем і Іраном, ми теж предсказання робили. Так вот, коли Іран атакував Ізраїль, участвували в відбитті цієї атаки две мусульманскі країни. Я не ошибаюсь, по-моєму, Іорданія і Саудовська Аравія. Це лучше всяких слов говорить о тому, що, наконец-то, прийшло время мира. Це добре. Единственный, кстати, хто не хоче мира, це, по-моєму, Байден, який мешає Ізраїлю закінчити цю історію. Це взагалі якийсь нонсенс. Ну, може бути, це просто гра якась дипломатична. Оскільки багато в нас глядачів, до речі, живемо в Ізраїлі, і там періодично то згасає, то спокійно, то загорається, і так воно роками триває. Це все буде продовжуватися. К сожалению, у Ізраїля почався період раху. Период тяжелий, він буде сложний. Але, ще раз повторяюся, в цілому, в цілому, духовна составляюча лучше, тому що мусульманскі країни зараз розділились на тих, хто підтримує, і тих, хто нейтральний, і тих, хто проти. Тому не буде, вже, знаєте, такого безпросветного. Очень все тяжело все равно буде, к сожалению. Период очень тяжелий. Раху-період в карте Ізраїля сложний, але духовно легче. Зустрічала я і такі приватні історії, коли людина з Грузії тікала від війни, переїхала в Донецьк, далі їй довелося з Донецьку тікати до Ірпіня. Після того, коли в Ірпіні відбулося те, що відбулося, вона переїхала до Ізраїлю. Ну, і самі розумієте, що там відбулося в Ізраїлі. Такі історії свідчать про важку карму людей. Так, у нас є одна така студентка, це просто потрясающе. Все, як ви розповіте прямо. Т.е. она, коли Чернобыль взорвався в 86-м, она переехала в Донецьк. В Донецьке взорвалась, она поехала в Бучу. І третій дом вже потеряла. Ну, і не потеряла, а там поврежден. Такі історії інтересно. Це карма. Це карма людей, які проходять испытання. Таким людям необхідно просто научиться принимати це. І їх будуть гонять, і вот эти испытання будуть преследувати до тех пор, поки вони не скажуть, клас, це здорово. Наконец-то я знову переїжджаю. Наконец-то у мене знову що-то зменяється. Вот когда эта трансформація произойдет, это что означает? Это означает, что человек говорит, я открыт. Я принимаю то, что со мной происходит. Я беру ответственность за то, что со мной происходит. Это мое. Поэтому чего я страдаю? Чего я сопротивляюсь? Наоборот, это мое. Это для меня. Поэтому класс! Давай! Вот тогда судьба будет налажена. Это вопрос от того, от чего вы испытываете счастье. Вот смотрите, каждый человек пришел сюда за счастьем. Если вы свое счастье видите в том, чтобы у вас был хороший телефон, или в том, чтобы у вас был дом, или там машина, это очень опасные виды счастья, потому что очень легко его лишиться. Но если вы свое счастье найдете в том, что вы будете делать что-то для других людей, или вы создадите что-то, или что-то такое прекрасное сделаете своими руками или своим сознанием, и в этом видите счастье, то вы перестанете зависеть от материального. А если вы будете видеть счастье в божественном, еще лучше. Понимаете, это только в этом вопрос. Где ваше счастье? Причем это ваше решение, это же решение человека. Если человек отдал свою жизнь своему уму, тогда он будет зависеть от материального, потому что ум занят тем, что выживает. Понимаете? Ум занимается выживанием, для него хорошо то, что помогает выживанию. Поэтому человек гонится за деньгами, за энергией, за такими вещами. Но если вы заберете управление себе, родному, душу, разуму, то вы сможете ставить другие цели, другие виды счастья испытывать. И, кстати, эти виды счастья гораздо более высокие, гораздо больше блаженства в них, и они не зависит ни от чего окружающего. Вот что приятно. Это называется духовное развитие. Как раз наступное вопрос от глядачки. З дитинства шукала, вивчала різные релегии, но так и не смогла найти то, что находило отгук у моей души. Цікаво дизнатися, как шукав Алак и как его привело саме до ведущих знаний. То есть, если у тебя могут и за ноздри, и так что-то шевельнуться не может, и так провести жёстко, чтобы довести до цели. И это совершенно прекрасно, потому что нам помогают, нас ведут. Поэтому на вопрос, как искать, очень простой ответ – развивайтесь. Как только вы будете готовы, помните, это же классическое выражение. Как только я буду готов, наставник придёт. Это 100% так и есть. Потому что в тот момент, когда я был уже готов к принятию знаний, просто появился рядом с Амвел. Но у нас есть такой наставник, и он посмотрел на меня такими глазами наивными, говорит, на тебе, послушай вот это, давай поговорим об этом. И за несколько часов я был полностью, как это сказать, ошарашен всё, и понял, что это моя новая жизнь. Так и у вас будет, если вы будете развиваться. Не просто искать, а нужно развиваться. У меня есть очень интересная цитата. Я бы хотела, чтобы вы ее протрактировали. Веди – это не релігия, это истина. Истина и для христиан, и для буддистов, и для индуистов. Она не изменится, в зависимости от того, че верят вы в это или нет. Это означает, что ведические знания должны выучить все, независимо от веры. Это базовое знание життя. Ну, смотрите, веда – это знание, да? Просто знание, ни больше, ни меньше. Это не информация, там, какая-то наука, какая-то история про животных, или про человека, или даже про Бога. Нет, это знание всего. Вот это вот ключевой момент – полнота знания. А откуда берется полнота? Полнота берется от того, когда ты знаешь источник. Поэтому это знание о Всевышнем, это знание о нас и о нашей связи со Всевышним, это знание о том, для чего и как построен этот мир, это знание всех законов этого мира. Если все это вместе сложить, это полнота знания, что означает, что нету места, куда бы ты посмотрел в своей жизни, и у тебя было бы темно, у тебя везде светло. А вот у людей современных все наоборот. Вот они изучают науки, у него там светло, там фонарик, там чуть-чуть светит, там щелочка, а все остальное темно. И он боится, он боится, потому что не знает, что будет завтра. Ребята, открывайте глаза, изучайте веды. А то, что вы говорите, религии, духовные пути, это же не знание, это именно инструкция, как развиваться. И здесь тоже нужно понимать, что каждая инструкция подходит кому-то. Кому-то инструкция христианства, кому-то инструкция буддизма, кому-то инструкция занятий йогой, кому-то нужно в буквальном смысле заниматься тем, что процветать, помогать процветать другим людям, служить другим людям, кому-то нужно, извините, лбом пять раз намаз с пол. В общем, у каждого свой путь. И потому такое многообразие религий. Не нужно путать, как это говорит, мой Бог круче твоего. Если такая постановка вопроса, то ты просто глуп. Потому что если ты говоришь, что Бог Всевышний, что Он вездесущий, прекрасный, чудесный, это означает, что любое Его имя, любая Его форма приемлема. Но если Он вездесущий, если Он всё в себя вмещает, значит, любое Его имя, правильно? Это же просто понять. Вот и всё. Но везда не про это. Везда о том, как это устроено, и почему это устроено, и что источник этого мира. Потому что есть полнота. Просто не нужно путать религию и знания. И тем более полное знание. Мы можем переходить из одного тела в инше. Это называется реинкарнация. Это ведичная истина. Наше життя не имеет ни початку, ни конкурса. Но с какой метой христианства это заперечивает? Смотрите, тут надо, наверное, немножко шире ответить, чтобы было ясное понимание. Мы пришли сюда учиться. Но пришли и застряли. Здесь так кайфово вообще. Тут кофе такой вкусный. Вон такие лампочки у вас красивые. И такие девочки симпатичные. В Украине вообще бомба. Всё прекрасно. Хочется здесь остаться. И вот многие остались. Им здесь понравилось. Они застряли вначале, а потом заснули. Сознание заснуло. И вот представьте себе, что все уже развиваются. Все там преодолели. Все уже развиваются. А мы заснули. Что должен делать Всевышний? Он говорит, ну есть только один путь. Свободного, счастливого, потенциального человека, душу, разбудить. Заставить страдать. Это и есть кали-юга. Кали-юга, в которой мы живём, это и есть эпоха страдания, чтобы нас пробудить. Вопрос, как нас пробудить? Как можно заставить страдать душу, которая совершенна? Как? Вы можете ответить? Змусите быть привязанным до всего. Змусите трубоваться про своё физическое тело. Наслати в войну и так далее. Зрештою, змусите нас харчуватися три рази на день. И думать про ежу, как это приготовить. Змусите ходить нас на работу, какие-то гроши там заработать, когда мы не хотим. Одним словом можно сказать, нас нужно ввести в иллюзию, обмануть. Обмануть, что мы тело, что мы привязаны, что мы не можем без этого, без этого, без этого. Если нас обманули, тогда следующий вопрос, когда нас этого лишают, мы начинаем страдать. Вот и всё. То есть, а как заставить человека обмануть, а потом заставить страдать? Нужно посеять в нём страх. Страх о том, что всё зависит только от кого-то ещё, но не от него. Поэтому говорят, всё от Бога. От тебя, понимаешь, ничего не зависит, ты раб Божий. И всё такое, понимаете? Христианство – это система, я имею в виду, не истинное христианство, не нужно путать. Истинное христианство – чисто ведическое знание. Вы почитайте, что делал и как делал Христос. А то, что сейчас – это не христианство, это система того, как ввести людей в страдания. Не потому, что это плохая система. Эта система выполняет задачу – ввести людей в страдания. Но для людей-то это беда. То есть, а как действует христианство? Ну и, собственно, многие другие религии лишают знания. Потому что какое знание вас свободно освободит, способно освободить от любого страдания? Это очень простое знание, что всё зависит от вас. Всё зависит от вас. Есть законы, есть карма. Если ты действуешь правильно в этих законах, у тебя всё хорошо. То есть, единственный способ сказать, что нет, от тебя ничего не зависит. То есть, если ты знаешь, что всё зависит от тебя, а не от какого-то парня-проповедника с сальными глазками, с таким пузом и с золотым Христом на Мерседесе, если ты знаешь, что от тебя всё зависит, то как тебя можно заставить страдать? Никак. Потому что всё, что происходит со мной, моё решение. Если ты решил отдать свою судьбу вот этому парню с сальными глазами, с пузом, да? Ну так это твоё решение. Твоё решение, твоё невежество. То есть, в основе всего невежества. А христианство — прекрасный пример, потому что само по себе христианское христианство — это прекрасная духовная практика, которая растёт из ведического знания. И точно так же, прямо противоположно этому, псевдо-христианство, которое навязывает иллюзию, навязывает страдания. Достаточно послушать идеологов христианства современных. Что там Гундяев говорит? Все на войну, священная война. Он нормальный? Священная война с кем? С тем, кто рядом с тобой за одной партой сидел. Понятно, что это не христианство. Или папа. У вас же там есть папа такой, крутой папа такой. Папам всем, всем папам папа. Говорит, заканчивайте войну. И плевать, что это несправедливо. И плевать, что любая несправедливость такого рода приведёт к тому, что всё будет разрушено. Всё будет разрушено. Люсправедливость всегда ведёт к войне. Несправедливость 91-го года, когда всё у людей забрали. Номенклатура, чекисты, ГБшники, которые сейчас правят в России и в Украине. Ну, может быть, в Украине уже начались какие-то шатания. Но именно они эта несправедливость привела к этой войне фундаментально. И этот папа говорит, ребята, заканчивайте войну. Пусть это будет несправедливо, но главное, чтобы не было крови. Это обман. Это призыв ещё к более страшной войне. Разве это христианство? Это никакого отношения к истинному христианству не имеет. Ладно. Останавливаю рассуждения, а то потом меня скажут, что я редиско. Это очень интересно. Будьте редискою, но правду нужно слышать. Почему, власне, истинное христианство програло и его где-то там заховали, так? А это христианство, про которое мы сейчас говорили, актуальное? Ну, потому что это заказ Всевышнего. Ещё раз. Демон. Вот смотрите, вот в соседнем государстве у вас демон там работает. Один, и Гундяев рядом с ними второй. Можно ли сказать, что они ужасные, они такие страшные-страшные? Нет. Они функция. Они думают, что они боги, они там руководители, они власть. На самом деле они функция, которая необходима Всевышнему, чтобы вас, дорогие, просыпать, просыпать. Вставай, вставай, не слышишь. Бабам тебя в дубину, не слышишь. Ракета рядом падает. Вставай. На самом деле они делают просто свою работу. Просто у них такая работа. Поэтому не надо ненависти. Просто берём и делаем то, что вы должны. Какое у вас предназначение, какое у вас дхарма. Все их планы по боку. Ваши планы есть? У вас есть планы? Вот как раз наступное моё запитание. Когда человек узнает, что она душа, она хочет знать, как действовать, согласно с этим пониманием «я душа». Потому что мы знаем, чем занимается человек. Что делает душа? Чи есть в душу ей вечный план, обязательный, и какой он? Знаете, вы задаёте вопросы очень такие сакральные. Я не уверен, что мы так вот сходу можем, как вам сказать, просветить людей. Я могу попробовать, конечно. И может быть даже кто-то поймёт, но, боюсь, не все. Душа — это совершенство. У неё свойство, если называется, сачи-тананда. Вы, наверное, слышали. Вечность, знание, блаженство. То есть она кайфует. Она всё знает, кайфует. Она здесь наблюдатель такой. И, собственно, она смотрит кино с вами в главной роли. С вами в главной роли. Но в конечном итоге она благодаря этому кино получает необходимый опыт, необходимые навыки. Но самое большее, что приносит душе счастье, — это ваше счастье. А ваше счастье напрямую зависит от того, насколько вы близки, насколько вы слились со своей душой. Когда вы смогли отбросить свои иллюзии о том, что вы тело. Понимаете? Именно поэтому так много счастья у вас, когда вы идёте ко Всевышнему. Потому что душа очень рада этому. И она заставляет вас быть счастливым тоже. Я немножко сумбурно сейчас объяснил. Ну просто лучше получать знания системно. Понимаете? Это глобальные вопросы. И к решению этих вопросов нужно подводить человека постепенно. В любом случае, поиск счастья, ваш поиск счастья, приведёт вас к развитию. А ваше развитие приведёт вас к единству с душой. А ваше единство с душой сделает вас очень счастливым. Если коротко. Чего у вас в жизни такой период, когда вы вважали себя несчастливой человеку и были в пошуках счастья, и таки его знайшли? Если так, то что помогло вам найти счастье? Вот это вопрос у вас неожиданный. Нет, ну был, конечно, у меня случай, когда мне было очень плохо, когда несколько моих ошибок серьёзных в работе, от которых зависели тысячи людей, и я понял, что я ошибся, буквально привели меня в реанимацию. И там мне пришлось пересмотреть свою жизнь. И теперь я понимаю, что так и должно было быть. Но изменение того, что я был готов меняться и менять свою жизнь, именно это в конечном итоге привело меня к большему счастью, чем было до этого. Потому что до этого было просто как бы удовлетворение в какой-то мере, что вроде всё хорошо, всё соответствует общепринятым нормам. Но на самом деле это же не счастье, это просто, как вам сказать, удовлетворение в лучшем случае, но не счастье. А счастье тогда, когда ты находишь свой путь. Поэтому да, был у меня такой случай. И меня буквально стукнули по голове, чтобы заставить проснуться. Так, стукает нас нормально. Багато хто уже прокинувся. И, до речи, такие цікавые комментарии я отримаю от людей. И они, правда, кажут, честно, если бы не война, я бы не был тем, кем я есть сейчас. И я совсем другая людина, чем я была до войны. И это, правда, влияет. Но у нас же великий запад до Всесвятого. Мы хотим развития духовного пробуждения через насолоду. Мы не хотим через страдания. Мы хотим прокидаться через насолоду, через кайф. А пожалуйста! А Веда говорит, хочешь через наслаждение? Да нет проблем. Да нет проблем вперёд. Только ты должен познавать. Ты должен развиваться. Через счастье – не вопрос. Через страдания – запросто. Твой выбор. Просто выбор делай. Друзі, уже сьогодні зробіть правильний выбор. Я вас прошу. Ще одно цікаве запитання від моих глядачів. Скажіть, будь ласка, чи є сила роду для кожного з нас? Чи підтримують нас предки? Чи можемо ми до них звертатися, дякувати і запитувати? Адже з перевтіленнями, інкарнаціями це складно поєднати. Это только в сознании человека сложно объединить. Но я попробую объединить. На самом деле всё очень просто. Во-первых, сила рода колоссальна, потому что она накапливается стремлениями, желаниями людей на протяжении тысячи, сотен, тысяч лет. То есть у вас в роду есть желание, есть сила, есть накопленная благочестие, удача, чтобы сделать что-то. И вот эту силу вы можете использовать. Это первое. И здесь нет никакого, как вам сказать, пересечения с тем, что реинкарнация, инкарнация. Почему? Потому что все, кто вас сопровождает в роду, они все рядом сейчас с вами. Ваш прадед, прапрадед, прапрадед, он сейчас, ваш ребёнок, или ваша мама, или папа, или ваш друг, или ваш сосед, они все рядом. Но в каждом своём воплощении они чего-то хотели. И вот это хотели, оно накапливается. И вот эта сила колоссальная рода. Поэтому ваше умение общаться с родом, это 50% вашего успеха в реализации. Ваше знание о том, куда шёл род и чего хотел род, это 50% вашей реализации. Поэтому, конечно, нужно уделить этому время, нужно это изучать. Цикава фраза прозвучала. Ваше умение спілкуватися с родом. Это умение можно развивать, как вообще с ним спілкуватися. Что вы порадите? Можливо, несколько пунктов. Надо начать с того, чтобы думать о том, кто мой род, кто эти люди, чего они хотели, куда меня вели. Вот смотрите, тысячи людей стоят за вами. Ну хорошо, сотни, не нужно тысячи, не нужно слишком сотни людей стоят за вами. И нет никаких проблем в том, чтобы узнать хотя бы их имена, хотя бы узнать, чем они занимались, если нужно их изображение, если нужно их интересы. Может быть, какие-то у них остались наследия какое-то. Там где-то дом какой-то построен, там сейчас мебельная фабрика, но это вашего деда, условно говоря. Там ещё что-то, там какая-то книжка, какая-то рукопись. И вы должны всё это понимать, всё это изучать, чтобы видеть перспективу. Потому что вы на острие. Вот тысячи этих сил людей, вот они за вами стоят, а вы стоите на острие. Но если вы не понимаете, куда идёт этот поток, то вы, ну давайте так, образно скажем, ваше острие тупое. Вы тупой, понимаете? Знаете такое слово? Тупой. На санскрите, знаете, как называется? Мудха. Сознание мудхи. Тупой. Ты не понимаешь, куда ты идёшь. Ты не проснул, ты спишь. Мудха. Отсюда русское слово мудак. Это мудха, это тупой. Это тот, кто не понимает, куда вот этот поток идёт. Поэтому давайте мы не будем тупыми, давайте мы не будем мудха, давайте мы будем развиваться. Ну, конечно, есть и другие способы. То есть сначала нужно познать свой род, а потом нужно с ним устанавливать связь. Через папу, через маму. Во-первых, ваши отношения с ними должны быть хороши. Во-вторых, потом кормить буквально своим уважением, своей силой, кормить предков и позже, более ранних. Благодаря этому устанавливать связь, находить с кем из них у вас противоречия, просить за это прощение. Потому что с кем-то противоречия. Эта противоречия сейчас отражается на вашей жизни, что у вас нет денег или нет детей, или ещё чего-то нет. Чаще всего это в роду всё закопано. Но это такая история, вы хотите, вы интересный человек, вы хотите обо всём всё и сразу. Так. Ну, я не смогу так. Я, конечно, стараюсь. Ничего, мы с вами зострянемся наступного разу, и я вас продовжу запитывать про всё и одразу. И дякую вашей информации, вашей глубине истории, вашему досвіду. Мои глядачі також дізнаються про всё и всё одразу з наших эфирів. Это же чудово. Дякую вам. Намасте.